Рады, рады. Сегодня я хотел бы почитать вот такую книгу, Чищерадха Раса Судханитхи, да, Чищерадха Раса Судханитхи. Океан, океан нектара, посмотрите, океан нектара, вот как меда, черенаврика, но не обыкновенный нектар, а нектар, эмоции любви, шерадхики нашей в жизни. Рады Ковинда Прабу is saying that today he wants to read from the book Рады Раса Судханитхи, and he's saying that, can you imagine, it's the ocean, like, you know, like a vast, vast, big ocean, but it's not an ordinary ocean, it's not the, it's some special ocean of emotions, of deep emotions of Radhika. So can you imagine, what book we are going to read? Рады, рады вас видеть, Говинда Махинь. Поклоны, рады, рады всем. Да, вы помните. Рады, рады, да, джапанит, джапанит, джапанит. 246 стих, да, Шиширад Хараса Судханит, вот этого океана, океана. И как Прабадхананда, я всегда хочу наставление от моего возлюбленного, да, Шикша Гуру, Ананта Дазбабаджо, он в каждом стихе, в каждой молитве он пишет, что это не просто, да, какая-то бураны, веды, да, что это не какая-то немедвкая любовная поэзия. Это молитва, молитва, то есть плачет, поет, молится и плачет наш Прабадхананда, да, сегодня, на берегу Емуны, в одном месте сидел, мы все были на этом месте. Да, и вот он во время баджанов, его успевание, плачь и молитвы, он видит некую картину. Рады, рады. Он говорит, что в начале книги, есть некоторые слова, Шикша Гуру Дэв, Шила Ананта Дазбабаджи Махараджи, where Maharaj is saying that this book, it's not the ordinary book, it's not like a story, it's not like some, how to say, yes, it's not like an ordinary story, it's, we can understand that this is a prayers, this is a prayers from the bottom of the heart. So our Прабадхананда Сарасвати, he's eagerly praying, he's crying, and he's singing these verses. Да, и вот молитва, такова ее молитва. Сейчас, сейчас, я не сказала. And the verse number 246, 246. То есть Прабадхананда поет и молитва, и вот как, когда на икор одном языке, как это звучит. Испейн. Испейн. Сарасвати, дверь, в таруниям наудрикам шлих яки, с вачхаем апхивахся мух яки, хараурада смитам патулах. Перевод. Пусть же. Молится нас, да, про бадхананга, или как кинкари, да, ее служанка, то есть он увидел в баджане раду, он видит и молится. Пусть же вот та рада, которая улыбнулась, когда ее мухом увидел свое отражение в ее сияющих, потевших золотых двух грудях и ее... Давайте частями. Ава про бадхананда, сарасвати, he's crying and he's praying because he saw this picture himself. So he's saying, may жиратха protect us as she smiles when мохана who sees his own reflection in her shining golden breath tell her. И Кришна, этот мохана, увидевший отражение в сиянии золотых грузей, говорит своей любимой радхике, предлагает ей, у рада, подруженька, я вижу, посмотри, моя любимая рада двух прекрасных юнош в твоих в твоих грудях. И их сияние, говорит Кришна, их сияние похищает славу всех синих лодок. И наш мохана продолжает до радхики увидев отражение, он продолжает не признаваться о раде. Их формы полностью, полностью очаровали меня. И он говорит о раде, и формы этих красивых девушек меня полностью. я хотел бы поставить акцент на слове полностью, что такое полностью Говинда Мохиня. Ведь у него нет предела. То есть это бесконечно, он смотрит на них и это все увеличивается, увеличивается. И единственное, что наш Говинда успевает сказать ей, представляете, что предлагают радхики в адеквате? Сделай, говорит наш мохан Говинда, миленькая рада, ты же можешь, ты богия любви. Сделай скорее меня своей подругой, чтобы мы замутились с этими двумя парнями. Они такие красивые. Кришна до бесконечности. И он говорит, чтобы эти двое юноши смогли крепко обнять и поцеловать нас юных девушек. и рада говинда поцелов Он Он, Своим, Логи, Он Он, Он Он ехал, Он 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 сам лишним. То, что это значит, что это значит, что эти формы насkaa меня полностью. Это значит, что это было в эстерин Mile, без лишних 철ок. И знаете, что он сказал в Радико. Он сказал, что о Раде, пожалуйста, я попрещусь Виктория, так, чтобы эти двадцать девчонки могли подчеркнули нас, молодой девушкой. И он говорит, «Подожди, что он предложит? Что он говорит к ней? Это совершенно невероятно». Я хочу поскорее перейти к комментарии, к тому божественному комментарию, который называется Ананта Дазбабадж, нашего видео. Комментарий называется Хари. И тут почему-то неправильное слово. В тексте, помните, Вайшнавы? Моханам. Да, да, да. То есть тут нет Хари. Ну, как бы, я назову, видимо, опечатка. Мохана. Мохана. Радхин Мохана. Очарованый. Своей словом собственной сладостью. Называется комментарий. И он хочет, eagerly, идти к комментарии, который написан «Хари, enchanted by his own sweetness». Но он pointed that in the verse himself, in Sanskrit, was Мохана, not Хари, for Krishna's name, but Мохана. So we will title them Мохан, who is enchanted by his own sweetness. Радхин Мохан, he's saying, who is enchanted by his own sweetness. And Anantada Babaji explained what is for story. He explained, that now they sit in Kungji. It's early morning, 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 they sit после занятия любовью. То есть они были в пранае, они были вместе, но теперь они садятся на своем ложе и должны, подходит утро, и их одежды, говорится, что их одежды и украшения от этого единения, они не то, что перепутались, они упали. Они пали с покрытых капельками пота тела. And here Шилананта Дас Баба Джи Махарад is setting some scene for us. So it's like early morning somewhere in Нипунжа, Радика and Mohan, after making love, they're sitting and upon their bed of flowers and their dresses and ornaments, not just in some mess, but they have fallen off because of their intense meeting of this Pranaya state, Рада Говинда is adding, because of their Pranaya and their intense loving gain. So their ornaments and their dresses because of this have fallen off completely and their bodies are covered with sweat drop. I wanted to now to stop on these spate and mokry and oblige to practically in the I wanted to add От себя свой личный опыт Когда я заходил в эту игру Знаете, я хотел поделиться Домодавр, у меня будет вопрос От чего мы потеем В этом мире Ладошки у моих девчонок У дочек, у жены От эмоций И даже когда мы работаем Мы потеем на самом деле не от того Что мы устали Мы потеем, что мы сосредоточены Сосредоточить вот этот пот Это получается, что вот эти слезы Либо пот Это эмоции Но у Радхи Говинды Знаете, вот эти капельки пота Они вот эмоциями От эмоций Они там горят Они сгорают Они трепещат в ананде И вот эти капельки пота И поэтому это намочило грудь И Радхи Говинда И он говорит, что И он говорит, что Паун 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 Когда? Когда мы В интенсии Эмоции Потому, что Потому, что Эмоции Мы имеем Ампура While we are working hard somewhere in the garden or somewhere, we have this perspiration also because of emotions, not just because of their tiredness or hard work. So we should feel and we should see that these drops of sweat on the Divine couple's bodies because of their intense emotions while they were burning in this Pranaya completely. So now Radica's breath, because of these sweat drops, is wet and shining like a mirror. Then we will know that Pranaya is because of the Pranaya, because of the Pranaya, because of the Pranaya, the Pranaya begins to draw green leaves. Green? Yes. And then I will go to the situation, what will happen next. Why Pranaya came into this illusion? He was actually emotional. These капельки, they didn't work. 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 They were afraid. They were afraid of emotions. But they have a little bit. They have tears. How many people have been there? How much do you have? How many emotions are there? How many emotions are there. And now Krishna starts to finish. Украшать, украшать Радхику, а, я пропустил строчку, что служанки, поэтому, Дамодара, да, как ты говорил, реактор, то есть они вместе, они до такой степени скипели, да, вот этот нагрев, да, их егенение, их познание друг друга, что они вспотели, вспотели, Рады, Рады. И Рада Говинда, он тоже, он хочет запомнить со структура, потому что здесь, как только один маленький слой, только один винар, о которой будет цена цена, и для него это, как, как нам химия, и большая смсосновения, потому что он говорит, как вы виски, как он говорит, And how many of these tiny, beautiful sweat drops they have. And why they have these drops. Not because they were making like some work or something. It's not so... How to say... It's only because of their emotions, he's saying. It's not like some labor or something for them. They're making love. It's not like a work, not like a labor. But because of their intense emotion, while they're state of pranayi, they have this perspiration because of this. And for him, it's something very astonishing. And he's saying then, the second line is, their maidservants are fanning them as Shri Mati. Yes, the maidservants, they're fanning them. And Rada Govinda is mentioning how the Madar Prabhu was saying like, Rada and Mohan, they're like this nuclear, this atomic reactor. And it's like something very intense and hot inside of them is moving. So they need to cool down this reactor to make this, all this process to make happen right. We need to cool down this reactor. So maidservants, they're fanning, very gently fanning their loving couple. And then, meanwhile, we're going to talk about this. We need to talk about this, where the Madar said that there's your belief, your own meaning, your faith has completely changed, what the служins, look like those look like these reactors, they're still reverent, they're still in the same way. They're sleeping to stop the time. Do not stop the time. And the pomoda, she's a good one, she's a good one. And she's a good one. She's a good one. у них будут нюансы, я потом оговорю, да, что она на самом-то деле делает. Омахивает их. И в это время наша Рада, вот такая Рада, Говинда Бахиди, вот такая Рада, она первая, как Домодар меня учил, мой возлюбленный, она первая, и она говорит, сейчас выйдут подружки, ты что, миленький, давай-давай-давай, новая игра, новая игра. И она просит его, скорее одевай меня. Рада говорит, миленький, ну скорее же, одевай меня, ведь скоро мои хокотушки, подруженьки придут, они будут шутить, подшутивать надо мной, смеяться, троллить меня. И наш я. Давайте, давайте кусочками, пожалуйста. Я покину вас. А, вы все уже? Да, у меня другая, у меня другая конференция сейчас. Рада-рада. Рада-рада. Получится? Два слова буквально, две минуты. Одно слово, это страх. Страх потерять друг друга, страх потерять это, самоотождествление. Они получили новое самоотождествление вот в этом реакторе, новое понимание себя, новое понимание. и у них страх потерять это счастье. И страх потерять это счастье в этот пот, этот вот, этот вот, этот вот, это от страха потерять. Поэтому вот это состояние праная. Вот, все. Рада-рада-рада-рада-праву остается, это, сажирование. И, это, They have this perspiration on them. So it was some sharing of Samudar Prabhu. And we are continuing reading. Radha Govinda was reading. The maidservant is fanning them, as Shri Mati tells to Mohana. She is saying, Quickly, dress me before my girlfriends come here and make fun of me. And so she is afraid that girlfriends who are very tricky and they want to laugh at Radhika, they like to play jokes on her and telling her some jokes, which for her is embarrassing. So she is afraid that they would come and they will see her not in a proper way. So she is saying, very quickly, dress me before my girlfriends come here. and our Shri Mati, обнажённые, ну, может быть, они там в чоли, не суть важна, но груди, блестящие груди, две груди с вами, он видит. Опять же, Говенда Махини, я поставлю акцент, что если бы они были сухие, не так сильные эмоции, то они бы были матовые, сухие, понятно, нежные, трансцендентные, но вот именно присутствие вот этого, вот этих пхав, то, о чём говорил Дамодар, страх потерять друг друга, опять же, вот это единение их, они мокрые груди, и в отражении он видит себя. Мохана engages himself in painting, leave pictures on Свамини's breath, and Radha Govinda he's adding that while this profuseless perspiration, Radha's breath, they become like a mirror, because if not, this drops, so her breath would be like ordinary, very gentle, like transcendental, but not so shining like a mirror, so this, and Shiyama, he's in this very highly emotional state, he's doing this Seva, he's in, after this new understanding on him, he's, he wants to paint these leaf pictures on her breath, and slado 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 из этих двух Krišne, вообще из Krišne, она всегда свежа, она всегда юна, и она всегда новая, как вода в потоке реки, говорит Анан Тадас Бабачи, и поэтому, конечно, естественно, что Krišna Говinda Бахини, все привлекающие, он же и себя должен привлекать, он же тоже входит в число все, и он очаровывается, то есть, он такой красоты он не видел, опять же, эта красота, мы должны понимать, что она усиливается вот этими грудями мокрыми, вспотевшими, как, знаете, как намокшее зеркало, зеркало, опять же, это ее груди, это любовь, любовь, то есть, он очарован просто ее красотой, у него реально едет крыша, он видит, ну, опять же, он видит отражение, ну, едет крыша, мы ниже поймем почему, вот там такие пойдут предложения от него, раз, раз, раз. раз, раз. when Mohan started his painting, suddenly, he sees himself reflected in the two shining golden mirrors of this breath, And Radha Govinda is saying that because of perspiration, it becomes like the breath, they become like mirrors, like a wet mirror. So we can see, he can see there everything very clearly. So Krishna's sweetness is ever fresh, just like the water in a river stream. And therefore, even Krishna is astonished by his own beauty. And Radha Govinda is saying that Krishna means this person who attracts everyone. So he should attract himself also because he is also in this category of everyone. So can you imagine how he is crazy in a crazy state because he's seeing this reflection not in something like mirror, but in golden breath of his beloved. And her breath is like love himself, so he is enchanted completely and he's crazy completely. And we will see, like a little bit later, we will see the state of his craziness. And Shima Bhagavata says that Vesma, vesma pakaam, своya chasa obhaga. Vesma pakaam, своya chasa obhaga. То есть Krishna привлекается даже собственной красотой. Rada, rada. In Shima Bhagavata... It's Shima Bhagavata... The Bhagavata says... When Krishna sees his own form, he becomes astonished and he develops the desire to taste it himself. Vesma pakaam. Vesma pakaam. Vesma pakaam. That's how he responds. Vesma pakaam. It's a lot of charms, which is the delight, 이해, cause it is a delight. Where we are looking at the most of all things. You can see him. It's all of us. We look at the moment, all the모s. That's how he brings us. Vesma pakaam. If it's a bit about him, he thinks he's a temple of happiness. Да, и Читани Чиритама это говорит, что вот эти ощущения Кришны, когда Кришна видит свою форму, он так привлекает, и он начинает ожелать, он просто не может не желать ощутить вкус сладости самого себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Представляете, и так он от самого себя, а то, что это на грудях, это его еще на две волны до луны подымает его. И он еще больше очаровывается этими двумя парнями, и чтобы увеличить, знаете, как не упаясь с этой эмоции волны, он, чтобы увеличить это наслаждение, он начинает мечтать. Мечтать и думать о себе, как о юнной гопи, подобной Радхики, его подружке. Продолжение следует... 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 Да, я немножко пропущу Вот это украшение Кришны Я впущусь на один абзац ниже В подобном очаровании И в этот момент вернемся на Кунжу Наш Мохана Он говорит рак Помните, он начинает мечтать И думать о себе, как о юной гофе Хочет стать девушкой Чтобы с этими двумя красавцами Увидится Понятно? У вас очень шуршит там Очень сильно звуки Да, я услышала Но это не шуршит Это очень-очень не слышно Очень прям близко к микрофону Радху Говинда He wants to Skip Something And go directly to the part Where Krishna will propose To Radhika To embrace these two beautiful And enchanting boys That he is seeing Ой, вы выключили микрофон Радху Говинда Микрофон То есть наш Кришна Он захотел Захотел Превратиться Он мечтает о себе Как о юной гофе И Кришна признается Даже я Даже я жажду Видеть И наслаждаться Этой сладостью Но как Ширатхика Говорит Читани Чиритамбрита Даже я жажду И Читани Чиритамбрита It is said Krishna is confessing there That Even I am eager To enjoy This sweetness Of my own sweetness Like Ширатхика И говорится Что из этой картины Говорит Ананта Бабаджи Преводит Цитат Он говорит Что Кришна Самим собой Он Вот этой сладостью Самого себя Красотой Он похитил Собственный ум Своей же сладостью И он пожелал Обнять себя И в подобном Очарованном состоянии Наш Мохана Радхи Мохана Он говорит Наш Мохана Он говорит Своей возлюбленной Радхи И в этом Энчантенном состоянии Наш Мохана Он говорит Своей возлюбленной Своей возлюбленной Своей возлюбленной Радхи Меня очаровывает И наш Мохана Он прям Взывает Молится Радхи Он Он не может Опознать И он молится И Миленько Сделай Пожалуйста О Рада Сделай меня Своей подружкой И я говорю Эти два юноши Давайте Предложение Два маленькие Эти два юноши Продолжает Мохана Я вижу Они находятся Постоянно В твоем сердце И не став Твоей подруженькой Встретиться с ними Будет для меня Большой проблемой Продолжение Дэм Это прям Какая-то Это Самабхава Да Подружиться С Радхикой Чтобы Встретиться С нужным С нужным Пархи Да Кришна Он Санчаря Такой Неустойчивый Товарищ Он вообще Она его назовет Царь Распутником В конце Вот этой игры Царь Он никакой Неговиды Ни Кришны Не мог Он царь Распутника Вообще Знать его Не хочу И вот Слушайте Что он Ей предлагает Они такие Красивые Такие Красивые Давай с ними Ну типа А Она тогда С Бабачей Продолжает Что Квалификация Да Кришна Продолжал Если у меня Не будет Квалификации Если я даже Не достоин их Но я сделаюсь Таким Поскольку Они будут Знать О Рада Эти два парня Если ты меня сделаешь Под твоей подружкой Они будут знать Что я Твоя Она же девушка Я твоя Подружка Я твоя Когда Я твоя Девушка Мохана Эти Девушки Они Продолжают Меня Даже Я не Квалификация Просто Потому Потому Они Знают Я Я Твоя Как Я Твоя Девушка И Мохана Продолжает Своё Предложение О Рада Когда Мы будем Подружками Ты превратишь Меня Один из них Может Обнять Меня А другой Тебя И это Даже Будет Более Экстетично Знаете Как Карнавал Не двух Людей Не двух Возлюбленных А две Возлюбленные Пары Две Возлюбленные Пары И в этот Момент Когда Кришна Сделал Такое Немыслимое Очарующее Предложение Наша Рада Вот Её реакция Она Нежно Улыбалась Такая Знаете Необычайно Нежная Улыбка Улыбка Появилась На прекрасном Личике Радхике Когда Она Услышала Эти Безумные Речи Своего Возлюбленного Моханова Который На самом деле Очаровался Просто Двумя Её Груднями Моханова Управили Сухи Моханова Прополит Радхика 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 Радхик 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 who's adding that yes, when two loving couples are together, it seems like more aesthetic, and Krishna is completely crazy while he's saying this to Radhika. He's completely bewildered. And what can we see on the beautiful tender face of Swami when she's hearing such a crazy proposal to her? A slight, gentle and very sweet smile appears on her face. When she hears the words of your lover, who is enchanted by seeing his own reflection in her breath. Включите микрофон. И служанка, наша Гуру Кинкари, теперь её сердце, тот свидетель этой игры, этого видения, наш Прабадхананда. Эта девочка Кинкари, она в виде вот эту Радхику, она поплыла, поплыла, да вот в этом океане блаженства, эмоций, любви, когда она услышала такие, такие слова очарованного, безумного Шьямы и увидела свою сладчайшую, нежную улыбку своей возлюбленной Шимати Радхи. Да. И вот она тогда в Бабочи, он говорит, что в теле, когда он вышел на Шипада, вышел из Баджана, то он записал вот эту молитву, то, что мы читали вначале, да, пусть же эта улыбка, вот та улыбка, вот той Радхики, да, на которую вот именно, да, когда Кришна на неё смотрит, она видит безумного Кришну, да, которые, какие предложения, и вот как она улыбается, вот эта улыбка, именно вот эта улыбка, пусть она защитит нас, нас. Представляете, какое средство Гавида Махини, величайшая тайна, когда нам очень хреново, надо не просто Радхику, надо не просто игры, улыбку, миленькие мои, ой, вайштави. Я сам это пытаюсь сделать, и вы вспоминаете, да, Гуру Деву, Гавида Махини, переведите от меня, пусть он вспоминает улыбку. Рады, рады. Вот той Радхики. And then, Шипада says, and we should, Радху Винди is saying, that we should understand that he wrote his prayer after he had already seen all this, transcendental pastime. And he is saying, that may this smile of Шимати protect us. And this smile, what smile? This smile, when she saw the crazy bewilderment state of her lover, who saw himself in her breath and these desires and proposals to her, so this smile, this particular smile, this particular Radhika, he is saying, and he is saying, that we should meditate on this smile while, when we have some depression or some bad times, we should recall this gentle smile of this Radhika. And he also wants to say to our Gurudev, like Gurudev also, please, contemplate, please see this smile in your heart and in your mind. Gurudev is with us today? Rada Charan Prabhu? Yes? 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 He is saying, no? He is in the house, he is in the house, and he is in the house. Yes? Yes. Yes. He is in the house You will tell him then my advice to part a bit to remember that now that's the joke, why, 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 that's the 조금 terror. Yeah. That'll doおは pedir, his glory is our happy. He is praying to her. yes, He is now that that love does prevent us from us from the fire, 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 from the fire. И Шипада говорит May the smile of Шимати Protect us Protect us from the burning fire Of separation from her И говоря нас Анантадас Бабаджи продолжает Говоря нас Вместо меня На этот Шипада Наш Гуру Дев Гуру Дев показывает то Насколько он благороден Милостив и великодушен Он молит Шимати Также не только для блага себя Но для блага других Всех Вайшнам By saying us Instead of me Шипада Shows How generous He is How he is kind And Гуру Дев Also he is kind To each and every Of us And he is generous to us And he prays For the benefit of others Как вчера Можно я добавлю Как вчера На двуме было Ой Которое я слушала Сознание Кады Таран Этого Монаха Я прям Так это Замедитировала На это дело Сознание монаха Что монахи Молятся только за себя Сознание А Гуру Деви Наша И служанки Они молятся За других Они не говорят Что вот для меня Для меня Радика Меня спаси Я тот самый падший Меня спаси А он Находясь при этом Уже там Куда нам пока И не снилось Он все равно Он как бы Себя погружает В нас во всех И молится за всех То я Снося Он I think like previous Zoom I have heard, Guru Dev was saying about monk mentality, about how brahmacharis, monks, they have mentality to pray only for their benefits. They're saying that because they don't have any relationship, because they are single, they're like detached like this. So they're praying to God or to Radhika, to Mohan only for themselves. And here we can see how the mentality of Rupanuga Bhaktas, of Radhika's main servant, of Gurudev, of genuine Vaishnava, of how he is, although he's in the highest state of realizations and feelings, he is lowering himself down and saying that be kind for all of us. Like he's like us, so he's praying for us, and it's completely different mentality from this monk mentality. Guru Dev was saying about this, I think, like two or three, two Zoom, I think, already, like four. Mikrofon, mikrofon, mikrofon. I wanted to accent have a great case. Very great, that he was in this community, he said that Prakhananda, our master, and Ananda Dasbabat. He said that not just o級, but o級 like that, that is the, which looks, Radhika, which is that, and hears the suggestion of Kriksna, Он обезумел от грудей Радхичи, просто от грудей, он еще не дошел до лица, вот именно в том состоянии, когда она смотрит на него, она улыбается, как он, да, он безумен от нее. И Радхагудр и он написал, что он хочет показать, это см shotgun Смай, о смайе Висисане, который член Мохан полностью, потому что Мохан уже в such стиль, он не видит его, а уже смотрит егоات, его просто смотрит на него, и смотрит его, и не смотрит его, и смотрит, и смотрит его рук, и смотрит его, и смотрит его, и не смотрит его, и не смотрит его. Он уже очень улыбнулся и улыбнулся. Так что этот особенный смысл этого Радхика должен быть в нашей медитации. Микрофон. Читание Чаритамрита приводит историю, что когда Радхикас Кришна во Врадже, они наслаждались вдвоем. И когда говорится, что когда я вижу, говорит Кришна о его признании, я вижу собственную сладость. Просто в зеркале. Я желаю насладиться. Я желаю. Я не могу не желать, но я не могу, говорит Кришна. Укрепляет Читание Чаритамрита. Укрепляет Читание Чаритамрита, Кришна обеспечивает комфессионное состояние Шри Радхика и превратил на землю как Шри Гаврасундара для удовлетворения его собственной сладости и дать людям мира возможность любить его. Вы прямо наперед перевели Гаврин Дамахин? Ну да. Молодец. Молодец. Отчаяц. Я на русском тоже прочитаю? Конечно. Конечно. То есть удивительная, да, вот эта милость города Чандры, да, Гавры Чандры нашего. И Кришна продолжал признаваться Радхике, когда я размышляю об этом, да, о своей сладости насладиться. Мой ум, да, признается Кришна в Читании Чаритамрите, да, это, скорее всего, да, это чувство эмоций Гауранги. Мой ум, говорит Кришна, он приходит только к единственной мысли о том, чтобы принять настроение Радхики. Только она может ощутить, да, вот этим насладиться, этой красотой в полной мере. И поэтому, да, я продолжаю, да, и поэтому Кришна принял настроение Ши Радхики и не зашел в эту калиюгу на землю, как Ши Гавра Чандра, для того, чтобы насладиться своей собственной сладостью. Вот истинный смысл. А также для того, чтобы людям мира дать возможность полюбить его, да, вот такого полюбить. И, говорится, улыбка Радхики, да, в этой игре, в этой молитве, она свидетельствует, да, вот в этой Ши Ши Радха Раса Судханипхи, она показывает, что рада, она дала свое благословление и согласие этой милости и распространять вот эту самую любовь во всем мире к Богу. И, по-моему, и дистрибирует этот particular love of Godhead all over the world. Можно в этом? Да, да, да. Маленький вопросик. Ну вот здесь, да, здесь говорится о том, что ну, Кришна хочет Гопибаву, да, вот эту Уджваларасу, но ведь Гаурасундара пришел дать, да, то, что раньше не давалось, Унната Уджваларасу, почему тогда здесь так сказано? I have a question. And here it is said that here Radhika blessed Кришна to come and to relish his sweetness like a Gopi is relishing Кришна's sweetness. So it means like Уджвалараса. But we know that Гаурасундара came to give унната Уджвалараса, something which what have never given before, something new, like манджарис feelings, манджарис mood. So why here it is stated like this? Yeah, I think, знаете, как, что ведь он наслаждается ей, ею, он живет и дышит о ней, он хочет, знаете, как ее вот сладость, просто он в безумном состоянии, да, ну, как бы, он не Gopi B'havu, да, он хочет, как она наслаждается, ну, а так как она, невозможно же быть второй Radhika, да, он предлагает ей, да, понимаете, поэтому, он не Gopi B'havu хочет, он вот эти эмоции, ощутить ту сладость, вот этого, того, этих двух парней, да, он хочет ощутить то, чем наслаждается Рак, ведь она наслаждается и, понятно, нет, смутно говорю, наверное. Я честно, я вообще, может быть, плохо понимаю все эти темы, просто вот, ну, что я знаю, да, и что мы постоянно обсуждаем, это как-то здесь я, ну, не очень прослеживаю, хотя, да, причина прихода, это у него, там, сколько было причин, да, три причины внутренних, это познать, такую, да, счастье, свою сладость и какое суха, да, какое вот счастье испытываю в то время встречи. Рада Чаран Прабо, у вас есть мысли какие-то на этот счет? Извиняюсь, на какой счет? Ну, вот этот мы обсуждаем последний абзац, где говорится, что, видя вот этих юношей, да, в грудях Радики, Кришна, вот как, как причина, помните, вот вы тоже недавно говорили, что, ну, у нас, да, в Гуде Матке говорили, что Кришна увидел себя, ну, в этом, в отражении пола, да, что он захотел насладиться своей сладостью, то есть он увидел, но здесь нам открылось, что он не в полу увидел, потому что его, да, увидеть себя в отражении, там, колонны, это одно, а увидеть отражение в груди своей возлюбленной, то есть это совсем, это желание, понятно, что оно просто было очень ярким, гораздо сильнее и ярче, Ирадика, она этой улыбкой, про которую здесь говорится, да, прямо в этой, в этом, в этой молитве в начале, что именно эта улыбка, благословляющая улыбка Кришны, на то, чтобы он пришел, как Гаура Сундара, вот, и вот у меня здесь был вопрос, что где здесь тогда вот эта Манджарибава, которую пришел, потому что здесь говорится, что, да, да, что здесь говорится о том, что Гаура Сундара пришел для того, ну, распространить вот эту любовь Кришни, так же, как любят Гопи, да, то есть, а где здесь про Манджарибаву тогда? Мне не хватает сейчас гармонии в отношениях, чтобы я мог погрузиться в это. Я сижу и думаю о своем. Я слышу все это фоном, вот так, извиняюсь, вот как я исток говорю. Я думаю сейчас о гармонии в отношениях, без которых я не смогу погрузиться. Это нужда моего сердца. Я приведу к примеру. Недавно был, ЧНГД попросил нас делиться здесь. Ну, он сказал, я сейчас не могу сам мечтать, не просто начните делиться на какую-либо тему между собой. И Джананда предложил мой вопрос, который я ему задал. Мы начали обсуждать. И несколько раз во время обсуждений я начинал что-то говорить, меня обрывали, не давали договорить, потом снова обрывали, снова не договорили, в конце я просто неудержу сказал, что происходит, почему меня все время обрывают. Она мне говорит, даже не так, не обрывают, а просто игнорируют. Вот так. я вижу, что это неинтересно, и поэтому как-то незаметно переключают тему на другую, уходят от этой темы. Вот начали тему, причем не я начал, тут другой начал, я просто подключился, и я спросил, что происходит. Она говорит, знаешь, у нас же формат sharing, то есть делиться, и нас в этом не учил, как это делать. Я спросил, а как это делать? Потому что я же не знаю, я новенький. И она объяснила, я говорю, а хочешь мне не объяснили? Не надо терпеть, что там говорю и как я говорю, а надо с любовью сказать, а вот у нас вот, мы хотим вот это, у нас вот здесь вот так, вот это, вот это в этом превосходство, вот так, с любовью. А когда игнорируют, или наоборот, даже с гневом попрекают, в этом нет позитива. Поэтому я, например, лично я не могу под это подстроиться просто, я даже не вижу, как подстроиться, потому что мне говорят, когда сказали, я стал делиться так, как мне научил Сунити. И после этого она же сама меня поблагодарила и похвалила, сказала, ей очень понравилось. Она сказала, ты уловил саму суть, как это делать. Это то, что я хотел сказать, о чем я сейчас думал. Я, честно, у меня еще тогда вопрос, я не поняла. То есть то, что вас перебивали, это было, то есть что это было? Это с любовью было сделано или как? Я не уловила. Почему тогда вам казалось, что вас игнорировали, если это с любовью? Ну, то есть я немножко не понимаю. Потому что с любовью означает, сказать, о, Радачаран, не надо вот это все рассказывать. Скажи саму суть, что ты чувствуешь по этому поводу. Вот это он мог сказать. А мне не говорю, просто игнорировали. Либо прерывали, либо игнорировали. Не объясняли ничего. Либо попрекали, как Радагарин это делал. Объяснить по-человечию не делал бы. А как только объяснили, сразу же стал делать это. Или тоже Сумиде понравил Джанани, понравился таким брендом, понравился. Вот это сейчас то, что у меня в сердце, то, что я чувствую, я этим делюсь. И пока вот это вот у меня не будет в этом гармонии, я не смогу войти в тему, которая сейчас обсуждается. То есть, это мой ответ Радагарине моему брату на то, что он сказал в прошлый раз, в начале. Лучше стоит обсуждать лично, но это было начато публично. Это меня продолжает. Я говорю, он не ждет в его сердце. Мы молимся. Молимся всем сердцем за тебя разочараем. Молимся. Давайте закончим, Гавина Махини, да, стих. Я предлагаю вернуться на курс. Спасибо за откровение, да. Очень поучительно, сладостно. Рады, рады. Гавина Махини, а у нас есть время? Нет еще? Сколько, ну, вообще? 20 минут. Я просто должна объяснить. they were discussing some personal issue about harmony in relationships. So, I don't know how to translate it or not. I think there are some, you know, some personal лилов between Vaishnavas. So, now we will continue with the verse and we will end this verse. микрофон. Да, и вот мы остановились на том, что, да, Прабадхананда молится, пусть же эта улыбка Радхики защитит всех нас, у Вайшнавы, и Ананта Дашбабаджи говорит, что чувственные, чувственные и нежные Вайшнавы, они поймут это глубокое значение. Вы нашли, ну, так по тексту, что мы на чём остановились? Истинным значением? Я вот, читание Черетамрита, вот эта цитата, мы здесь остановились. Угу, угу. Да, и, собственно, поэтому и вопрос был, и дальше, а вы это где сейчас прочитали? Я в конце абзаца внизу. У меня дальше стихи идут, что когда Шьяма видит своё собственное отражение в Придже, вот это? Давайте, давайте отсюда начнём. А вы переведите, Гавида Махин. Когда в уединённой роще Шьяма, вот сегодняшняя игра, то есть это конец, выход, да, в комментариях, с игры, да, вновь возвращение, да, начальный текст. Когда в уединённой роще, тогда Кунжи, наш Мохана, да, сегодняшний, он увидел своё отражение в грудях. Он взволнованно, наш Мохана, он взволнован, представляете, Гавида Махини, взволнованный, то есть Кришна взволнованный. Он взволнованно подумал, да, успел подумать. Эти два изумительных юноши так радуют, радуют мои глаза. Их сияние подхитила гордость свежих, да, двух свежих синих лотосов. И они выглядят настолько прекрасно, но именно на окружностях, на окружностях твоих грудей, о рада. И он очень радует, и в этом экзамене он говорит, что рада, о рада, я вижу эти два красивых парня. Эти два изумительных юноши, они не очень красивые, не очень красивые, не очень красивые, не очень красивые. И я очень рада к этому красивым парням, потому что они взволновали эту красоту из белых лотосов. На чем у вас остановились, Гавина Бахини, строчку потерял? Я за вами перевожу, я не вижу, где эта строчка, поэтому я просто слов. Я читаю не Черетамрита, вот я здесь остановилась. Не, мы, вы же в конец, выход мы решили почитать. Все, это прям последние три, несколько стихов, да, когда Шьяма видит свое собственное отражение. Да, и Кришна, я на окружности, да, я нашел на груди радхи, да, на вот эти сияющие, улыбающиеся радхи, да, нежной улыбкой, видящее его безумие, да, как он сошел. И он говорит, Кришна, скажи мне, о Ганха-арвика. Ганха-арвика, то есть переносящая запах. Да, то есть, вот в этом имени, да, обращение здесь еще то, что говорит о том, что он слышит ее аромат. И Кришна говорит, скажи мне, о Ракика, кто эти два юноши, которые на твоих грудях, которые так невероятно сильно меня очаровали. О, послушай, Луналика моя, Рай, любимая, скорее же, сделай меня своей подруженькой, чтобы ты и я, будучи двумя юными девушками, смогли крепко, крепко обнять и поцеловать этих двух прекрасных юношек. Таково, говорит Кришна, мое самое сокровейшее желание. And enchanted Mohan, he tells to Shiradika, I see these two beautiful boys that shine like blue lotus flowers in your breath, and their sweetness completely enchanted me. So please, make me your girlfriend. These two boys are always staying in your heart. So that we can embrace them. And they can embrace us. И слушая взволнованные слова, и взволнованного, еще и слова взволнованные, слушая взволнованные слова своего Раси-Канага, наша Рада, Рай смотрела на него, улыбаясь. And hearing these excited words of her beloved Нагара, Рай was looking at him with a gentle smile. И Шипада про Бахананда, он поет, молится и плачет в этой молитве сегодня. О, Вайшнани, о, Вайшнани, все преданные, будь же сиянье, вот той самой нектарной улыбки, Радхики, всегда, всегда защищает каждого, Вайшнани. И Шипада про Бхадананда Сарасвати, он плачет, он плачет, и он плачет, что дай этот gentle smile Ширадика защищает нас всех. Рады, рады. Есть еще второе продолжение, да, Говида Махини? Наверное, сегодня мы не успеем, может быть, в следующий раз как-нибудь, или Дамодар, если будет, почитает, вот очень хотелось бы его комментарии. Просто кто-то, может быть, хочет поделиться тоже, русский Бхакта. Рады. Дорогие Бхакты, может быть, кто-то тоже хочет поделиться на этом токе, на каких-то ваших фильмах. Пролейте Биллэк. Тут у нас Джагата матушка сидит, Утхова, Утхова, не знаю, да, наверное, тот, не тот. Утхова, да. Пусть может быть старший, преданный, да, Ващнава, очень хотелось выключить. Рады, рады, меня слышно. Два момента, которые я хочу поделиться по тому, что я услышал. Мне понравилось, как Рады Говин объяснил причину, почему эта юная возлюбная чета, почему пот появился. Я бы сам не догадался. У меня как-то не получается погружаться в медитационную лилу. Второй момент, это как Дамодар Фрабу объяснил с позиции Манджари какая главная эмоция при этом. То есть их открытие, они боятся, что открытие потеряется. Вот это вот, очень мне понравилось. Рады, Рады. Рады, Рады. Рады, 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 Рада Говинта told us about the reason of this perspiration on the loving couple bodies because he's saying that I cannot dive deep in meditation on lilas so for him it was something new and another thing he likes how Damodar Prabhu from Manjiri's point of view how he stressed on the particular feeling what they felt that they were in fear to lose this new understanding of themselves and of each other so for him it also was some fresh and new He's welcoming to share your thoughts your feelings RADY RADY Ну, тогда всё. Спасибо. У меня, если, как сказать, моя такая идея, да, я сразу же вспомнила о причинах явления Махапрабу, когда говорят, что он привлёкся своим образом в колонне, причём в колонне дворца, да, где? Где там? В Двараке или где? Я не помню. И во Вриндаване всё-таки. Всё-таки это большая разница. В Двараке? Ну, это вообще, это просто как небо и земля получаются. То есть Кришна, который в кунже привлёкся своим отражением в груди своей возлюбленной, да, что это скорее действительно вот спровоцировало это сильнейшее желание, да, то есть это сладость, какая это сладость, ну вот просто невообразимая, чем, да, чем он увидел один, находясь один в каком-то стылом зале этого дворца непонятного, да, с этими какими-то колоннами не пойми зачем, да, роскошными, вот, то есть увидя там себя, то есть вот у меня как-то это отпечаталось, что какая сладость там и как причина, и какая сладость здесь, и действительно причина его привлечения. Вот у меня вот этот такой инсайд был. So I'm sharing my insight. Sorry. Перевести сначала. So I'm sharing my, today's my insight, that at once I remembered how I used to hear the reason of coming of Mahaprabhu, and the reason was how Krishna in Dvaraka, in his palace, in this column, he saw himself, or in the floor, or in the column, he saw his face, and he was so attracted, that he wanted to taste, to relish his own sweetness, and it was the reason. And today, for me, it was inside, that it's, like, you cannot even compare the sweetness and the eagerness, if one, if Krishna is in Dvaraka, and he's looking at himself, in this lonely palace, yes, in this lonely, vast, this hole, I'm seeing, like, in stone, he saw himself, and he was attracted, it's not so sweet, it's not so, it's not touching the heart, and there, he saw himself, in the breast, of his beloved, of Swamini, and so, it's much, much more, it's like, you cannot even compare this, so, for me, it was some kind of insight, for today. Да, пожалуйста, Rady Charan. Krishna, Kharaki, даже в Madhuri, не настолько сладостен, как в арендаване, Madhuri Ramani, женщины Madhuri, когда увидели Кришну, на борцовской арене, они молятся, мне говорят, насколько же он прекрасен, это олицетворение, это бог любви, но при этом, они думают, насколько же удачливы бог и в раджа, они видят льва на свободе, а мы видим льва в клетке, то есть, они так сравнивают, красоту Кришну во в раджа, и красоту Кришну в Madhuri. Да, Радхи Рам Прабухи is sharing that even in Madhura, which is like closer to Vrindavan, Madhura girls, they said when they saw how Krishna is coming down the street of Madhura, they were saying like, Krishna is so unprecedentedly beautiful that we are seeing in him like the god of Pupid himself, like god of love himself, but how gopis of Raja, how they are fortunate, they are saying this Madhura girls, because they see Krishna like his beauty and his sweetness like the lion in the jungle, yes, when he is completely wild, free, and beautiful, and we are seeing him here like a lion in the cave, not in the cage, like this, so he is beautiful, but you know, not so, less, less than in Zindal. This Krishna, he does not fly, he does not call, and this Krishna does not wear a pavlini perot, which is like a flag, Radha, Radha, there is a word on the pavlini perot. They are saying that this Krishna, we are seeing him without a flute, and without his peacock feather, and this peacock feather is like a flag on which Radhika's name is written, if you are like, if you can see this inside of this feather, if you turn this, you can see Radha's name. So they are saying that his flute is not calling everyone here in Madhura, and he has no peacock feather, so he is not so beautiful as in Vrindavan. Because Ananda Zavadji Maharaj says, the most sweet Krishna is only with Radha. It is already Madhurya Krishna, but not Radhurya Krishna. And Gurudev, our Gurudev is saying that true Krishna, genuine Krishna is only in Nikunja with Radhurya. When he left, when he is leaving Nikunja, he is at once he becomes like Madhurya Krishna. Devakinanda Krishna, Gurudev, he reveals this truth about him. So genuine one, the sweetest one, the beautiful one is only in Nikunja, only with Radhurya together with her. Yeah, Radha. Thank you very much, dear Maksa. Yeah, Gavinda Damakini, I wanted to remember, I want to ask you for two minutes to answer your question. I just remember Damodara our doesn't have there. There is a reason why he came to as a read, why he came to as a 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 as you Gavinda вместе свести помните вот эти метелочки, которые указывают ей безумной, делают. То есть любое действие внешнее в духовном мире, оно должно отражать эмоции, оно должно толкать Радхику к Мохану, а Мохана к Радхике. Устроить их встречу, чтобы они были вместе, чтобы они узнавали, познавали себя и также Манджери, вернее, они же тоже так же будут ощущать это, чувствовать. Она будет рисовать ими передавать эти эмоции. Они будут рисовать для Мохана, как говорил Дамодар, нового, новую игру, нового его или ее. Рады, рады. Рада Говинда, he's sharing, he's remembering Дамодар Прабу's words, how he's saying that God is knowing himself again and again through meeting Радхика и Кришна, through their meeting, they're realizing themselves in a newer, and newer, and newer, and newer way. So, Radha Говинда is saying that the reason why Krishna is coming as Gaurasundara, Radhika wants him to have a better opportunity to know himself, to realize himself through her feelings, through her love, through her emotions. So, she's making this huge golden wave to cover him completely and he is completely in her inside, outside, and inside, he's like tiny, tiny Mohan, he's relishing all this, he's emerging into her feelings. So, he's saying that it's not the matter of Gopi's feelings or Manjeri, it's the matter to put them together, to have an opportunity to realize themselves in your, in your way. It's their seva, it's their, how to say, job, it's what they're doing, what they need to do, to meet each other and to realize each other and themselves in a newer, in your, in your way. It's their way to be. So, our goal is to put them together, to put Radhika to Krishna and to bring Krishna to Radhika. Ну вот, собственно, всем рады-рады. Спасибо. К сожалению, сейчас сезон пошел к концу, а мне бы хотелось к теме поделиться о том, что здесь говорил Shil Gurudev о причине явления Махапрабула и еще кое-чем. Можно в следующий раз? Ну, а поделитесь, о чем? Сейчас вам нужно идти? Или это очень? Нет, просто, я думаю, просто есть рамки, формата, в смысле, зумов. Нет, ну давайте, поделитесь, конечно. Раз у вас пришло, это именно сейчас. То есть надо, потому что потом уже такого вдохновения не будет. Неделю назад Shil Gurudev просил Сунити и Джананду объяснить три причины прихода Махапрабула. И когда они объясняли, он их очень сильно ругал, то что у них это понимание. не то, что они не знают, а то, что они объясняют, неясно. что они не знают, но они не могут объяснить это. И насколько я понял, это потому, что там сидели новенькие, и он хотел, на самом деле, ругая своих учеников, старших, преподать урок тем новеньким, которые пришли, гости наши. и я понял, Сказать, как я это понял, что причина прихода Махапрабу. Сначала абсолютно истинно пришла, как, например, Нарисим Хаде, кстати, Югу. Он появился из колонны. И почему он таким появился? Потому что есть любовь преданного Прохлада, который хотел таким увидеть. Потому что любовь, вот это чувство внутри, формирует, она Бога творит, она формирует его образ. Их взаимоотношения, Бхакты и Бхагавана, они создали на то время идеал, каким должно быть общество. То есть какие должны быть отношения. Понятия адхарны, о любви. Идеалы. И тогда Господь почувствовал, что он увидел, что его Бхакты наслаждается его нежностью, его вацалией, его любовью. Но он сам рожден колонной, от которой он не может получить эту вацалию, эту материнскую, отцовскую любовь. И потому он явился как Рама. И как Рама, у него три мамы, трое братьев, жена, царство, подданные, новый формат отношений, больше любви, новый идеал для общества, новый идеал в отношениях между людьми, новый формат. Но остались некоторые неудовлетворённые личности. Это золотые ситы, женщины Джанакапура, мудрецы, которые совершали аскезы и хотели стать, пойти с ним близкие отношения в Мадхурярасе. То есть на них милости не хватило. И тогда Господь приехал как Рама, после Анри Симхадев. И как Рама, он был три мамы, и продолжался. Л Imlingе, в 3 том числе, Противопально, но любовь, и его отношения. Гнащи раз deux скажешь, и ты жеan Slly пиши, и он былCola. Но что-то было не уничтожено. Это кратка, и Д Tipi. они не получали сипит Бузова, потому когда они не получали и женщины от Джанакапурии тоже не получили эту смерть от Рама, и также эти Дандакарания риши, эти саги, которые были в Апасия, в Дандака Форекс, они также не получили эту смерть от Рама, в то время, в то время, что-то не было. Но в то время, эти формы отношения, они создавали эти идеи, эти отношения в целом сообществе, эта харма, эта любовь, для этого юга. Поэтому Он пришел как Кришна. И те, кто тогда не получили милость в близких отношениях, любви, они получили. Но что увидела Шримати Радика в этом сезоне? Как Сугурда говорил, Кришна раздает милость всем. Все приходят, кто-то с маленькой чашкой, кто-то с большой чашкой, он всем дает, но столько, сколько они могут взять. И она начала плакать, видя это. И он увидел глаза своего возлюбленные, красные. Он спросил, что вы так делаете? Он сказал, если бы я это делал, я бы всем дал большой-большой сосуд и полностью его напомнил. Всем. Они как ты. Если ребенок подходит, у него только две ладошки, он только чуть-чуть положит, потому что больше в ладошки не поместится. Она говорит, нет, я бы дал ему большой сосуд и полностью его напомнил. Он сказал, как Махапрабху. Махапрабху. Они приходят к Кришнау с их собственными сосудами. И он спил эти сосуды. И он спил эти сосуды. Он спил это, и он спил это, и он спил это, А я буду жить. Но Радика, когда она спил это, она стала крым. И она сказала, что это нефая. Если бы я это делал, я бы дал его большую сосуду, и я бы чувствовал этот сосуд до конца. Потому что, когда маленький ребенок придет к тебе, он придет ему немного. Это не так право. Поэтому Кришна приходит как Махапрабху, полностью в Радика's consciousness и его mood, чтобы дать большую сосуду и чувствовать его до конца. То есть в идеалах любви, которые Кришну показывал, там было много справедливости. И это не настроение, что Мать Радики. Вот почему появился Махапрабху. Махапрабху – это та личность, которая доминирует Радика. Милость. То есть всем. Есть сосуд, нет сосуда, всем милости. Те, кто не получали прежде, при Несимхе, при Ираме, при Кришне, теперь получают высшее положение быть в Манджаре, быть в Рададасе, получить максимум счастья. Никакой хромой, слепой, глухой все могут получить. Это идеальный формат, то есть милость всем, наводнение. Что было ошибо с Причнасмирски? Он был судом, эти слова. Кто-то, кто имеет маленькую слова, он дает, кто-то, кто имеет маленькую слова. Кто-то, кто имеет эти слова, он дает только в эти слова. Но Радика's mood, в Причитании Махапрабху, он дает Россию, потому что он дает большую силу, большая силу, большую сетку, большая сетку. Се, такие люди, которые не получали сетку, в Ради времени, а в Раме время, они могли привести на Ради, а в Радасандрыă. Они могли бы получить эту силу, в уровне. Они могли получить Манджарибава — это высоко, и эта позиция — это высоко, и поэтому Радхика — самый благословительный, потому что она не подчеркивает, она просто подчеркивает, полностью, полностью. И заключение. В Бхагаватам в первом шлоке написано, «Сатьян парам дхимахи, я медитирую на высшую истину». Так вот, это высшая истина — это Шримати Радхика. Махапрабху показал это, Кришна, на стороне Шримати Радхи, показал, кто же находится на вершине всего — ни Бога, ни Кришны. Шримати Радхика — босс для всех, према — управляет всем. Вот почему Махапрабху пришел. Потому что это высшая религия, высшей любви нет ничего. Это идеальный формат для всех. Круто. И он говорит, что в первом шлоке в Шримати Бхагаватам «Сатьян парам дхимахи, я медитаю на парам дхимахи, на супремене права». И что это правда? Это Радхика, это любовь, према — это супремене права. Я забыла уже. Я так погрузилась в ваше послание, и у меня настолько внутри это все забыла. Любовь выше Бога. Любовь выше Бога. Любовь выше Бога. Любовь выше Бога is more higher than God himself. This means that Sadьюм парам дхимахи I meditate on the supreme truth of love, supreme truth of ch crema. Nothing higher than this. . Кто-то что-то хотел сказать? Эканда Гапали, это кто? Рады, рады.